МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Иране рассказали о производстве ракет-носителей третьего поколения. Турция перебросила несколько десятков танков и бронемашин в Идлиб. Ереван включен в список 20 крутых направлений для туристов на 2020 год по версии National Geographic. В Арцахе будет организован книжный праздник. В то время как восточная часть Западной Армении борется с сильными снегопадами и метелями, сильный ливень в Кесарии вызвал наводнения и оползни. Из-за сильных дождей в этом районе грязевые потоки, стекающие из гор, подняли уровень реки. Некоторые поселения были затоплены. Проливной дождь продолжался три часа. Если осадки не прекратятся в ближайшее время, это станет серьезной катастрофой. Экстренные службы в этом районе приняли чрезвычайные меры безопасности. Со 2 марта в Государственном аккредитованном университете имени Грикора Нарекачев Степанакерти Центр изучения западноармянского языка имени Лютовика и Акопа Айнтопляна начнут преподавать граппар и западноармянский. Также бесплатные курсы западноармянской литературы и истории армянского вопроса будут проходить для всех желающих на протяжении трех месяцев. Об этом корреспонденту Арцах Пресс рассказал директор Центра, кандидат филологических наук, доцент Амалия Грикорян. По ее словам, посещать уроки могут ученики с хорошей успеваемостью старших классов, также студенты вузов, учителя, работающие в учебных заведениях с целью повышения квалификации. В Йемене в ходе контртеррористической операции был убит лидер и основатель террористической группировки Аль-Каида на Аравийском полуострове Касим Аль-Райми, правая рука главаря Аль-Каиды Аймана Ас-Захавари. В администрации президента США назвали Аль-Райми основателем организации правой рукой главаря Аль-Каиды Аймана Ас-Захавари. Под руководством Аль-Каиды на Аравийском полуострове совершала акты насилия в отношении гражданских лиц в Йемене, стремилась совершать и вдохновлять многочисленные нападения на Соединенные Штаты, отметили в Белом доме. США считают, что гибель Аль-Райми ослабит и Аль-Каиду на Аравийском полуострове и глобальную организацию террористов. Глава иранского космического агентства Амартеза Барари заявил, что Тегеран обладает технологией производства ракет-носителей третьего поколения. Благодаря поддержке Высшего космического совета Ирана сегодня мы можем создавать ракеты-носителей третьего поколения. Иран освоил технологию создания ракет-носителей третьего поколения под названием «Сарир», заявил Барари агентству ФАРС. Турция перебросила в сирийскую провинцию Идлиб несколько десятков танков и бронемашин. Газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны Российской Федерации, сообщила, что одной из причин переброски дополнительной техники стали последние успехи армии Сирии. Например, освобождение сирийскими войсками Сиракиба от боевиков. При этом несколько постов Турции оказались на занятой сирийскими военными территорией, сообщил источник. По его словам, обстановка выдвинулась. National Geographic Traveler советует читателям посетить Ереван. Ереван – один из старейших городов мира, он расположен на шелковом пути, который все сильнее привлекает туристов. В 2020 году сюда можно будет попасть еще проще из Европы. С новым рейсом Ryanair из Лондона в Ереван можно будет долететь менее чем за 100 фунтов. А скоро рейс в Ереван из Европы откроет и виз Air. Как пишет журнал, несколько компаний начали туры в Ереван уже в прошлом году. Причем туристам показывают не только богатое прошлое Армении, но и также ее самобытную кухню, традиции вина, которым несколько тысяч лет. Внимание уделено и другим интересным направлениям. День книги будет организован в Арцахе 19 и 20 февраля. Об этом корреспонденту Арцахпресс сообщила сотрудник по связям с общественностью издательства Editprint Роза Григоря. По ее словам, день дарения книги, организованный ко дню рождения всеармянского поэта Ованеса Туманяна, также будет отмечен в Арцахе впервые. В рамках мероприятия состоится официальное открытие ярмарки, состоятся встречи с доктором философских наук, профессором, членом ряда международных академий, бывшим депутатом НКР Кареном Оганжаняном, президентом, основателем издательства Editprint, Макартычем Карпетяном. Будет организовано мероприятие «Сказка», во время которого Назей Ли Карпетян, автор книги «Армянские народные сказки», прочтет их. Также будет организована презентация книг Туманяна. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Назей Орош. «Армянские народные сказки» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok «Армянские народные сказки»